Идем дальше. На Воложском трубном заводе состоялся ввод в эксплуатацию полигона для захоронения производственных отходов. Новое сооружение построено с использованием самых современных технологий, которые исключают негативное воздействие на окружающую среду из учетом требований природоохранного законодательства. Запуск объекта стал важным этапом в реализации экологической политики ВТЗ. Материал Станислава Лопатина. Экологи трубной металлургической компании, в состав которой входят ВТЗ, к проектированию полигона приступили два года назад. Строительство объекта включало в себя создание сразу всей необходимой инфраструктуры – ограждение, освещение, пропускной пункт, весовая и даже ванная для мойки колес. Предусмотрена площадка для дробильно-сортировочного комплекса, задача которого – минимизировать нагрузку на полигон. Новое природоохранное сооружение предназначено для захоронения производственных отходов 3-го, 4-го и 5-го классов опасности. И очень важно, чтобы вот этот процесс захоронения, он был не наносил ущерба окружающей среде. Вот этот полигон, он построен по современным технологиям, отвечает всем требованиям современного действующего законодательства. И все процессы, которые на этом полигоне будут происходить по захоронению, по переработке отходов, они будут благоприятны для окружающей среды. И вот, наконец, в торжественной обстановке разрезана символическая ленточка. Полигон введен в эксплуатацию и принимает первую машину с отходами. Это первая карта, где будет происходить захоронение. Всего их шесть. К особенностям сооружения стоит отнести блок очистных сооружений по очистке того дождевых стоков. Проходя через специальные фильтры, очищенная вода может использоваться для полива зеленых насаждений, мойки автодорог и пылеподавления. И самый основной – противофильтрационный экран для изоляции почвы и грунтовых вод, в качестве которого применялась геомембрана «Карбофол». Это покрытие из плотного высококачественного геосинтетического материала, который применяется в нашем регионе впервые. При закрытии карты оно поможет закапсулизировать отходы до появления технологий по их переработке. Этот полигон, он же не существует сам по себе. Это вот элемент той политики, которую реализует трубно-металлургическая компания по экологическому уровню состояния производственных объектов. Здесь реализован тот самый принцип капсулизации отходов, что позволяет свести практически к нулю воздействие вот этих захороняемых отходов на почву, на грунтовые воды, на воздушную среду. И создается база для дальнейшей их переработки. По словам управляющего директора Волжского трубного завода, полигон построен в соответствии со стратегией развития ВТЗ, предусматривающей снижение вредного воздействия на окружающую среду. Руководство предприятия высоко оценило заслуги своих сотрудников и проектировщиков создания нового природоохранного объекта. Им были вручены благодарственные письма и почетные грамоты. Станислав Лопатин, Андрей Истомин, телекомпания «Ахтуба».